лишь ты есть нет и есть о вот он мой жемчуг еще конце декабря станислав андреевич дал жизнь флешмобу под названием 10 жемчужин моей коллекции видеоигр долго думал подключаться к теме или нет не знал как воспримут подобное видео а тогда еще пустого канала поэтому добивал свои видео которые томились голове уже несколько лет и после двух видосов осмелел ну теперь посмотрим что из этого выйдет возможно я зелен как блогер но не зелен как фанат ретро игр для начала я хотел бы рассказать об этой чудесной деревянной коробочки происхождение мне неизвестно и зачем она была нужна тому кто ее создал но когда данная штуковина попала ко мне в руки я сразу понял для чего она нужна мне да когда я был совсем мальцом в этой коробке хранилось мое желтое золото дэнди джуниор и несколько картриджей к ней и судя по размерам ее их было не так уж и много ну и сформировать свою десятку я хотел бы из восьмибитных жемчужин что украшает мои полки ну начнем с коробочного фомиком а матерь игрового детства моих сверстников посмотрите это почти джуниор покупал ее как б.у. и досталась она мне крайне недорого году по моему в десятом если не ошибаюсь но открыв коробку я был приятно удивлен во первых наличием бумажек вот этих а во вторых посмотрите на геймпады все еще в поле он очки они девственны именно поэтому консоль была включена всего лишь раз для проверки и сразу же отправилась на вершину моей пирамиды видеоигровой покоится там и радовать глаз вторая жемчужина это баки о х не тут баки что железной рукой а гораздо лучше у меня в коллекции существует в двух видах для nintendo entertainment system и для более теплой и любимой надеюсь вами любимой дэнди я большой фанат этой игры я помню часы до и после школы были убиты на покорение этого шедевра от konami ну и в детстве конечно эта игра мне не покорилась хотя мне не попадалось ультра хардкорная ультра запераченная версия где герой умирает с одного выстрела сейчас существование и и я узнал только в двухтысячных когда снова стала интересоваться темы и кстати именно с этой игрой связано мое возвращение не только к ретро геймингу но и геймингу как таковому году в 2007 или 2008 я именно из-за баки скачал эмулятор и ром игры вот такие зайцы к играм возвращается третья моя прелесть это токио сире ссору бурен не знаю как насколько правильно получилось произнести я самого детства фанат фантастики и киберпанка в частности и когда мне в руки попал данный экземпляр я весь день просидел в диком восторге клацая по кнопкам а вот под вечер был готов разнести все в квартире и вы наверное знаете почему не убиваемый босс на уровне f не мог я дознать что из-за кривых тайваньских рук пиратов убить этого засранца нельзя и смирившись я помню думал что сам картридж поломан а через какое-то время нашел его на другом сборнике но и в этот раз игра накалила пукан я смирился с тем что пройти ее невозможно и уже через много лет наконец-то найдя игру на эмуляторе а это сделать был не так-то просто потому что я как и многие знал ее под названием робокоп 4 найдя игру я кайфану и когда я начал собирать картриджи эта игруха стояла вот прям в первых местах в моем виш-листе ну вы поняли кезл вене очень жду кстати продолжение сериала от нетфликса мульту вообще классный если не смотрели рекомендую к ознакомлению очень касло до меня стал открытием уже во взрослом возрасте в детстве вы я в нее не играл но помню кореш на уроках рассказывал какая она офигенная офигенная вообще только картридж по моему отдал дяде и картридж в общем шоу бла-бла-бла такая придуманная история а вспомнил о ней я только тогда когда мне в руки попал как-то упоротый стародельный фомиклон типа юфа уже не помню что это было точно с ним была плата на плате сборник по моему из семи игр и было кезл вене сходу она мне не зашла и смену рассказы мне казалось что это какая-то другая должна быть игра после пары вечеров на расслабухи чем-то все-таки она меня зацепила и уже потом жутко напрягая сбился до последнего врывая из приставки до бедную плату чтобы придать огню сукиного сына ну так и в общем не осилил увы может будет время добью засранца большие пластмассовые монстры про них я рассказывал вот тут ссылку продублирую в описании достались мне они вообще случайно не искал их не спя по ночам наткнулся случайно решил что почему бы и не до исключительно до чтобы разбавить коллекцию но я не знал что они таят внутри так что если заинтриговал проходите по ссылке street fighter 2010 существует у меня аж в трех вариациях для нес фомиком ну конечно в пиратском воплощении хотя не совсем привычным я имею в виду обложку в детстве я видел ее вот в таком исполнении я помню притащил мне его мой дядька по-моему то ли 30 декабря то ли 29 мы собирали школу на какой чипите или что подобное и тут такая подстава я уже говорил о своей любви к всему футуристическому эта игра просто взорвала мне мозг я не мог остановиться я чуть ли там не волоком тащили от консоли и игру я запаузил пришел отец там что-то смотреть а я поперся в школу и сидел там пару часов думаю только об одном как вернусь домой и буду дальше резаться на меня ждало разочарование не батя не сказал я смотрю телек и никакой приставки хотя он так делал и дядька не забрал картридж хотя и не задержался у меня долго игра сука зависла и самое паршивое что я сходу дошел так далеко как потом уже не смог и поиграв еще пару дней так и не дошел до места до которого дошел часа за полтора а еще кстати примечательно то что мое ярое собирательство картриджей началось как раз 2010 совпадение продолжение подгонов от моего дядьки который кстати я заразил дэн дятиной он еще я помню был жутким троллем приходил стоял улыбался залазил на грудный карман делал вид кого-то что-то там пытается достать а я понимал что там сто процентов какой-то картридж и вот ты прыгаешь возле него он копается копается душ готов ему принести ножницы чтобы он разрезал этот сучий карман kickmaster в детстве мне удалось поиграть в эту игру наверное всего полдня и мне она запомнилась как что-то крутое я как-то долго не решался приобрести у хотя на тех же аукционах gbx он мелькал крайне часто но судьба в один прекрасный день мне выпала возможность прям очень недорого ухватить именно нес версию и решил не упускать ну игра не дотянула до детских воспоминаний увы но она часть каких-то все равно эмоций держа подобные вещи в руках вещи с твоей истории ты переносишься в детство а в детстве все хорошо так что возможно ретро геймеры более счастливые люди нежели остальные не знаю проводились ли такие исследования но я думаю британским ученым стоит задуматься об этом куча рокманов хотел сказать покемонов мегамена в детстве я не видел и вообще о нем не знал и когда начал увлекаться собирательством вообще как бы не обращал на эту серию внимания считал ее какой-то мужской детской до момента пока мне кореш не начал расхваливать ее говоря что он там не так проста но хороша и напоминать черного плаща и тут как раз на gbx началась повальная продажа рокманов пиратском исполнении я решил что каждом приличном доме должен быть свой мегамен и собрал вот такую кучу но вишенка на торте это вот это вот тайваньское чудо техники ростман дичь дичевая и об этом безобразии кстати я рассказал вот тут можете ознакомиться еще одна игра которая обошла меня стороны в детстве ниндзя гайден узнал и они благодаря киноману из цикла на кухне и с кухарным ее проходили но прям такого стойкого желания купить ее не сразу не возникло и первый картридж попал ко мне вместе с нес и она так мне зашла что и все новогодние выходные просидел в попытке одолеть этого засранца но увы последний босс давал джазу и остался неповерженным возможно когда-нибудь я все же этого пеструнца добью игрища мет так зацепила что я выцепил себе на и бэй все три части на фами ком и уже только потом в руки мне попали и пиратки надо будет кстати докупить еще третью часть и две части на нес будет вообще красота поставлю в ряд его долюбоваться во второй кстати 3 уже так как в первую не рубился тогда и со свободным временем было не так хорошо так что может быть в будущем может быть потом кстати возвращался я к попытке прохождения первой части после просмотра видео в гн решил чем я хуже но хер там ночевал ну и напоследок куда ж без марио вот они фами комовские собрание на мой взгляд из разряда мазхэв на полке дэнди задрота и все кстати игровых серий в рамках 8 бит вот эту я собирал 1 марио у меня не был как у многих одной из первых игр так и на моем сборнике на много игроки что шла с джуниором этой игры не было а узнал я о ней благодаря одноклассникам притащил меня к своему соседу который хотел обменяться картриджами я помню он достает многоигровку я думаю какого хрена что там может быть интересного на ней к тому времени у меня что было на спидок картриджей со всякими контурами шагалами топ-ганами и так далее и он включает приставку что-то типа лифы по моему и говорит вот эта игруха крутая и врубает марио я конечно поменялся я рос ребенком добрым но шел домой со смешанными чувствами в итоге пару летних недель были проведены за этой игрой она стала в то время для меня прям супер залипательный и где-то через месяц после этого ко мне попадает в руки подобные сборник не подобный такой же так он был нефть и вегеме супер марио брос 2 и так я узнал что марио на денди не одинок всяких хаков типа марио 16 я в руках не держал хотя видел у супа него бом когда я впервые видел по телику хак джоин мэк у меня уже по моему был мега драйв над не точно но каких-то там я не помню чтобы у меня по этому поводу были бурные эмоции и вот что касается хаков есть еще кое-какие раз чудесные китайские подделки с марио в главной роли у меня но пока я их светить не буду возможно сделаю по ним отдельный ролик думаю там будет на что посмотреть вот такая получилась подборочка с историями с воспоминаниями в меру оригинальная в меру пиратская у кому-то покажется скучный а кому-то прям восхитительный прям шедевральный надеюсь последний будет больше передаем станиславу андреевичу 8 битный привет и мазать и пальцы и по традиции сцена после титров не забываем заглядывать под видео и путешествовать по ссылкам